Это были Юритмикс с великолепной композицией «Why? Зачем?» из своего последнего альбома. После выхода этого диска Юритмикс неожиданно распались. Странная ирония судьбы, если учесть, что последний выпущенный имми-диск назывался «We two are one» – «Мы вдвоем единое целое». После распада дуэта каждый из участников начал самостоятельную карьеру. В сольной работе наибольший успех выпал на долю Энни Ленокс. Я думаю, что при ее таланте по-другому просто и быть не могло. Что же касается Дэйва Стюарта, то его сольные работы, а в особенности последний выпущенный диск, обманули все ожидания. Уровень практически всех композиций оказался ничуть не выше дешевой попсы. Полное отсутствие хоть сколько-нибудь интересных мелодий, ужасный вокал, примитивные тексты. Одним словом, полный провал. Когда слушаешь последний сольник Дэйва Стюарта, то постоянно задаешься вопросом. Неужели это тот самый человек, который когда-то работал в «Юритмикс»? Его прокол тем более удивителен, что только начиная свою самостоятельную карьеру в 90-м году Дэйв Стюарт принял участие в одном проекте, который, надо сказать, получился довольно интересным. Речь идет об альбоме инструментальной музыки, записанном Дэйвом Стюартом совместно с очаровательной саксофонисткой Кэнди Дауфер. Этот диск под названием «Lily Was Here» по сути дела явился саундтреком, звуковой дорожкой к одноименному фильму. Заглавная композиция с этого альбома очень полюбилась многим телезрителям, и поэтому, я думаю, сейчас будет, кстати, еще раз посмотреть видеоклип на эту красивую мелодию «Лили была здесь». Итак, Кэнди Дауфер и Дэйв Стюарт.